так мы идем добирать сегодня ребят 100 тысяч рублей и соответственно так мы идем с документами к вертолету вертолет у нас находится где-то вот здесь вот место падения ми-24 мы туда пойдем соответственно покемоны ползают для вот идем к вертолету забираем документы забираем артефакты которые рядом там и соответственно выбираем 100000 и мы идем потом скорее всего наверное в решили что-то у меня с патронами беда какая-то да у меня 7 патронов осталось вообще здорово здорово а вас не кашу вас много ребятки как один откис вам от бревку подать бы было вообще здорово да попал красава до патронов вообще у меня практически не осталось вот это я на охоту сходил собачек столько валяется еще вот эти типы хорошая начатай скетчат со самбо тогда нет хорошенько антриар то есть самом деле прям опасная хрень не люблю такие аномалии не химическое не пекло так это мы забрали забрали и забрали отлично перед оттуда бы свалить по-красивому но почти получилось без потерь так что мы забрали оттуда ламе заживление ран золотая рыбка и кристалл да так следующая соответственно пойдемте к ми-24 сходим подорвали пацаны давай да 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 так и соответственно где то наверху вот здесь у нас получается ми-24 который разбился а а вот и документы я так понимаю да документ отлично документы нужны проводнику у меня кстати 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 неплохо так где то здесь я еще есть одна аномалия с артефактами по любому хотя бы один да будет я думаю а вот ни хрена себе один это клан дайк какой-то спокойно ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй о есть смотрите я помню какой-то мне там говорил типчик проблуждающий артефакт и мы кстати нашли этот если кто не знает они находятся вот здесь то играть будет сами посмотрите ага я думал внизу а где еще один один наверно в подвале внизу находится да ну кстати мое почтение аннат к ходам да ну типа я вот еще одна аномалия кстати про которую если вы играть будете не забывайте про нее тут вроде как должен быть имбовый артефакт я правда не помню чё но вроде как типа пузыря что-то должно быть и кстати это причем в автобусе скорее всего лежит да то это пузырь мое почтение и в итоге у нас получается сейчас мы так пузырь сколько у нас но пожалуйста 4 пузырь значит нас 4 получается и соответственно место пузыря я не знаю мне бы артефакт на выносились какой-нибудь придумать бы вот единственное что мне интересует сейчас на данный момент и соответственно сейчас и мы набрали артефактов пойдемте наверное сейчас это что у нас за задание а это услуги давайте сходим еще в электротуннель в аномалию вас так уважаемые друзья мы дошли до аномалии электротуннеля я предлагаю ее залутать кстати на нас кто-то смотрит бля ты серьезно дядя пол магазина бля и со самбо так ладно все идем в аномалию электротуннель тут тоже я думаю что то давно лежать а тут и лежит а нет надо теперь выход вы найти бы и по пройти тут вообще максим максимально непонятно как нахуй сюда вообще зашел а как выйти теперь целая проблема вот кстати лазеечка так f5 сохраняемся жестко 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 мать твою так я наверное вот тут обойду и последнего тут где-то забрать можно будет я думаю здесь поменьше всякой гадости блин ну ай-яй-яй-яй-яй-яй на самом деле тяжко из электро доставать было артефакты достали мы вспышку пустышка восстановление сил и соответственно снежинка да давайте снежинку поставлю бенгальский огонь еще пусть здоров так это мы залутали старый кпп и соответственно предлагаю идем сейчас соответственно на базу легальный бизнес поговорим с торговцам за 2 соответственно и артефакты продадим может так друзья добрались мы до базы сталкеров сейчас пройдем продадим артефакты посмотрим сколько мы бабла заработаем и соответственно задание еще возьмем у торговца вообще нормалек да прорвемся у вас тут такой хаос пацаны зоопарк бегает там целый здорово здорово давай поторгуем сперва так кстати документки можно продать вот эти вот тоже неплохо так ну и продаем пламя подаем огненный шар продаем три кристалла вот этот неплохой колобок тоже подадим 38000 пятьдесят четыре тысячи шестьдесят девять тысяч ну все мы в принципе денежек набрали кстати на так мне патроны нужны братан с патронами на дробовик прям вообще карамба какая-то нереальная давай-ка мы тебя закупимся если у тебя есть конечно да у тебя есть патроны это здорово все на 8 патронов осталось так это тоже все в курин восстановление устышку тоже где короче покупает так все купаем и продаем у нас денег 125 тысяч сотку нам отдать надо получен стяжение состоятельный клиент давайте возьмем у него задание еще одно есть серьезную работу мне нужны деньги есть кое-что не сказал бы что это очень серьезное дело да и награда не сверх большая короче нужно ученого одного сопроводить до деревни местной а возможно живым и невредимым он тебе за услуги проводника из на месте расплатиться думаю яйца головы меньше 15 штук за задание не отвалит так что думаю выгодное дело а то мои все занятые либо и им лень так что если хочешь позаработать думаю есть смысл помочь ему бывай бывай братан зеленый приветствую я ваш я ваш проводник марк сказал что вам нужно помочь добраться до местной деревни вы готовы сейчас выдвигаться да я готов тогда пойдемте ну пойдете пацанчик сопроводим сейчас посмотрим куда нам идти надо а идти нам а идти нам нам ой 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 далековато ну что ж друзья выдвигаемся как говорится ох бляк это псы ё-моё ладно нам вроде направо собаки где-то слева а это кто это кровосос стоит вот это вот проблема ну бля ну ты чё я так и прицел не ссы капустин все нормально батя разобрался пойдем дальше кстати друзья мы практически пришли да нашего покемона доверили без приключений по крайней мере один кровосос на пути попался и все сейчас мы его соответственно доводим давай 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 че за пушка то нифига себе g36 блин богатый парень так ну артефакты я тут все выбрал насколько я помню да все давай добро расплачиваться я погнал отлично мы на месте спасибо вот ваша награда 16 500 спасибо дядя богат и знаменит так водички хлебнем так теперь нам надо соответственно до проводника идти блин надо слушать походу на ученого наехали бандосы давайте поможем давайте поможем ему я себе надо ученого спасти бабки заплатил слышь покемоны вы чё попутали что-либо там а кстати патрусы мне нужны бабло возьмем все спасли ученого до живое все красава вообще забил так теперь мы соответственно двигаемся отдавать сотку жизни столько не отдавал жалко неимоверно он погнали спасибо ну здравствуй я нашел тебе документы вот держи отлично почему-то был уверен что ты их не найдешь но теперь вижу что сильно в тебе ошибался вот это от меня небольшой президент полторы тысячи рублей я собрал 100 тысяч рублей вот держи отлично деньги собраны документы найдены деньги собраны моя честь договора выполнена дело за тобой проводник да ты прав перед тем как мы отправимся в туннель нужно будет заскочить в одно место и там кое-что забрать как будешь готов сообщи мне я готов пошли уверен да в путь пишу верен уверен 100 тысяч тебе рублей отдал вообще динжища грубнейший ну чё вы рыжий лес искать пацанов так если мои догадки верны то в этом туннеле еще остался одна лазейка с пещерой через нее то мы и выйдем по земному путепроводу погоди что с тобой ты растворяешься вокруг тебя летают какие-то маленькие частицы я ничего вокруг себя не вижу чубля за херчо контролер что ли лечо в такую раз так их что происходит куда пропал проводник он пошел в тоннель без меня хороший вопрос братан туда пропал проводник он вот аптечка есть давай аккуратно идти проводник может не золо это кто еще такой поговорить с неизвестным братан может не надо подходить давай где-нибудь возле укрытия пообщаемся как бы это что-то меня смущает он с пулика целится а я оружие достать не могу вообще нормально ну ладно пойдем поговорим давайте сохранимся хотя бы карп стоять кто я где я хмурый где хмурый да быть того не может ты кто я же вроде карпа я чуть не пойму карп карпа да быть того не может кто ты кто ты что за я призрак что происходит погоди не стреляет да я тебе все объясню а ты бля куда дамажешь ты так нормал дэй глава вторая назад в прошлое че сука произошло почему по мне стрелять еще началось произошло я я как будто видел уже это че чей это труп мне кажется это твой труп братан не обессудь блин блин а у нас вообще ничего нет кроме детектора отлично карп зомбированный это че я сам себя въебал что ли получается или че и как это называется я че-то не пойму как это работает-то странная херня происходит какая-то вертуха там еще нет активного задания пойдем до базы дойдем я че-то реально не вгоняю пока что происходит у меня второй раз здесь не вырубит надеюсь как бы не хотелось бы а ну неожиданно можно так сказать это было о историю закрутили отвечаю просто жестко опа дежавю бабки на месте я надеюсь хотя бы 18000 мои а всю на месте смотрите-ка ну че пойдем пообщаемся удовсун очнулся наемник ну рассказывай что с тобой произошло как себя чувствуешь у меня дежавю так погоди проводник это ты а вот смешной а кто ж еще так окей хотя бы это радует слушай что случилось мы ведь в туннеле шли ты сказал что я начал растворяться в воздухе а потом с тобой что-то произошло да смотри он не слабо тебя глюкнуло да ты просто сознание потерял когда мы шли в туннель я тебя в лагерь притащил а ты чудной ладно забей видимо я перетрудился ну не знаю люди так просто так сознание не теряют я видел себя сам и он то есть я убил себя черт не могу сосредоточиться да с такими видениями лучше быть поосторожнее а то мало ли что так ладно закроем пока разговор на эту тему ты прав кстати я слышал вертолеты совсем близко возле лагеря что там происходит да вот военные прилетели прямо в этом лагере приземлились говорят что у них тут дело есть и они не настроены к нам враждебно даже сотрудничество предлагает вот только ничем хорошим это не закончится я уверен какой хрен им тут может понадобиться да я сам понятия не имею они с марком говорили лидером этого лагеря видимо у военных действительно какое-то важное дело раз они помощи у сталкеров просят что ж пап попробую узнать что им надо они ведь на вертушке прилетели значит может получиться договориться с ними о бесплатном выезде за границу ЧЗО будет попробовать если так то я с тобой к тому же если не получится я все еще готов помочь тебе добраться до рыжего леса ты мне все таки заплатил поэтому если военные согласятся помочь тебе выбраться из зоны я отдам деньги тебе взамен я хочу покинуть зону вместе с тобой у меня теперь тоже появились дела на большой земле и в зоне с нынешними обстоятельствами делать больше нечего добро будем держаться вместе возможно сообща и получится выбраться из зоны тогда решено напарник ладно я буду пока в лагере если будет что-то важное сообщи мне хорошо военным что тут понадобилось неужели они правда хотят сотрудничать военный дохрен он знает пойдем узнаем что они хотят вояки то он докторишка какой то стоит здорово дядя не смею вас задерживать себе укольчик сделаю бледные в ахуя не бледные если что так ну пойдемте наверное пообщаемся с этим да опять время позднее пойдемте я посплю и сперва 6 утра покипим надо водички купить дела кончик сделаю себе сделали либо там походил бы сам себя бы убил я посмотрел как бы с тобой было нормально все нет так время 6 утра идемте поговорим с марком что там нам марк скажет здравствуйте давайте я сперва у него кое-что куплю а именно воды нужно купить или энергитоса давайте деньги есть почему нет да костюм я не буду покупать думаю я так как бы справляюсь да и энергитосов у него куплю семь штук жратва вроде есть пока гранатку ему продам одну все все давайте пообщаемся с марком марк можно узнать что тут делают военные так ты сам и спроси ну бываем здравствуйте наемник что нового здравия желаю командир можно узнать цель вашего визита так точно парниша только зачем тебе знать слушайте вы ведь не просто так сюда прибыли да еще и с учеными на борту вам ведь что-то нужно у меня есть предложение скажем так сделка цит не лезь поперек батьки ну ты прав салага мы сюда действительно не на природу посмотреть прилетели сделку говоришь ты о чем но если я не ошибаюсь то вам нужна какая-то помощь так смышленый ты парень да и на остальных сталкеров как-то не похож так касательно помощи для начала мне бы хотелось узнать что ты хочешь взамен мне и моему другу нужно срочно за периметр а военные кордоны сейчас охраняются как я знаю очень уж серьезно так ведь так вот вы же вы же могли бы забрать нас на вертушке с собой ха вы удивил и ты не боишься что за периметром мы вас сразу и постреляем или на опыт сдадим на опыты сдадим хе 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 риск есть всегда и во всем но оставаться в зоне тоже не вариант я прекрасно понимаю что военные могут что-нибудь предпринять за периметром либо вообще не взять нас с собой на вертолет поэтому я обязательно придумаю планы найдут способ заинтересовать вас в нашей безопасности и благополучно доставить нас на большую землю ну раз так то ты идеально подойдешь для нашего задания за деталями обратись к ассистенту ученому он объяснит тебе цель нашего визита а насчет условий сделки хорошо мы согласны по рукам так договорились теперь нам нужно что надо поговорить с ученым опять меня сушит опять я есть хочу что за хрень происходит какой-то у меня блин братан прожорливый на самом деле так а ученые у нас ученые у нас где-то здесь был ага профессор германа здравствуйте наемник что нового профессор я от ваших военных они сказали чтобы чтобы получить информацию о ваших целях я могу у вас лично да да молодой человек все верно тогда я наверное сразу перейду к сути дела несколько недель назад мы зафиксировали резкий скачок аномальной активности в эпицентре ч.с. припяти и кордоне и дело в том что это очень странно ладно бы это был выброс но мы проверили это не он да и сила скачка была настолько велика сколько то есть ее еще ни разу не исходило от выброса после 2011 года когда группа так называемого чистого неба подстрелила стрелка на ч.с. после чего случился мощнейший толчок так вот спустя неделю после того случая активность опять повторилась только теперь она была на юпитере куполе дуге и рыжем лесу мы продолжили следить и вот совсем недавно случился еще один такой скачок после чего вся аномальная активность была отражена именно здесь сейчас нам приказано установить более корректный контроль за данной местностью то есть для начала нам нужно расставить специальные сканеры которые будут фиксировать любое колебание в данной местности территорию мы знаем плохо а надежных рук набрать не так уж оказывается и просто так вот я так понимаю командир назначил именно вас тем кто будет выполнять грязную работу ну видимо так получилось что да это и в моих интересах профессор не обессудьте так как я понял для начала я должен расставить сканеры вокруг всей территории да действительно молодой человек необходимо расставить пять сканеров по всем координатам которые будут отражены у вас кпк где взять эти сканеры все сканеры находятся у нас вот держите сейчас я устанавливаю вам метки на карте чтобы вы знали где необходимо их установить так вот все готово ах да погодите в данный момент устанавливать сканеры еще не нужно мы сообщим вам как только в этом появится необходимость нужно настроить наш основной сканер который будет отслеживать сигналы поэтому подождите немного ладно профессор сообщите мне как только нужно начинать устанавливать эти сканеры так ладно пока ну нету сканеров опа неизвестный карп у меня есть важные новости думаю ты будешь не против узнать немного о своей команде о хмуром ее положении в режим лесу так неизвестно а кто это такой то неизвестный ну пойдем где то здесь этот данный перец хромой эх не думал что мне придется общаться с такой пешкой как ты ты кто ты призрак кажется я начинаю сходить с ума так стоп меня уже не удивить давай по порядку это ведь ты хотела что то что то мне рассказать призрак не призрак кто я что я не суть мне нужна твоя помощь парень и раз уж так получилось что ты смог вытерпеть конвергенцию и выжить и выжить в пребывании иного мира два года это кое-что да значит а ты я так понимаю еще и знаешь все обо мне да ну да я разговариваю с призраком чего удивляться послушай если ты смог выжить в ином мире несколько лет значит ты сможешь вернуться на два года назад и изменить кое-что важное даже хмурый не смог но в тебе я уверен хмурый тот с которым я был в отряде можешь рассказать поподробнее что со мной произошло в шахте и какого хрена я тут делаю если я сам знал но это не так важно главное что в ином мире в так называемом лимбо ты выжил правда сейчас ты не помнишь что там с тобой было но раз ты выжил значит я могу быть уверен ты точно так же сможешь вернуться и назад в одну из реальностей где в зоне еще не было третьего взрыва что бля что за чушь чего ты взял что я вообще хочу что-либо изменять или вращать бред я сам понимаю что бред но однако ты сам свидетель того что происходит в зоне если судить так как ты то само существование зоны бред не правда ли я не хочу отвлекаться от темы разговора в общем слушай мне нужна твоя помощь и помощь твоя заключается в том что ты должен вернуться на два года назад в момент когда ты пошел с хмурым в шахты любой ценой заставить пойти в эту временную аномалию хмурого и спокойно уйти в отставку в отставку? да в спокойную жизнь захочешь продолжишь выполнять свой контракт с отрядом захочешь найдешь способ покинуть зону я одно скажу точно ваш контракт невыполним и в вашем отряде есть предатели у которых совершенно другие цели на ваш контракт я так понимаю то что сделал за эти два года наемник хмурый тебе не понравилось и ты хочешь чтобы он попал в аномалию в которую бы тот пробыл два года что ты замышляешь? не суть важно что я замышляю если тебе станет легче скажем так я спасаю зону и твою шкуру да и не только твою тебе не понять кто я что я делаю и для чего я вообще существую но тебя не должно это волновать в общем у меня к тебе серьезный вопрос когда придет время ты в деле или ты пас? но если это действительно поможет стоит попробовать я согласен что за странный тип? призрак? да хрен знает кто это был я что то так особо не вогнал интересно все происходит даже как то мистически больше что там сканеры не пора ставить нет давайте пойдем поспим пару часиков может он это раздуплиться наши ученые отдайте второй раз с этим артефактом наколка выходит ладно по сути хрен сена это артефакт так первый сканер мы установили второй сканер нам надо установить получается на заброшенной военной базе что и так друзья идем ставить второй сканер на заброшенную военную базу получается надо получается по всей территории надо бегать погнали так друзья добрались заброшенной военной базы идем ставить сканер все это достаточно прямо мистично все происходит тут еще и кто-то воюет с кем-то ёпта гранатом ты че охренел что ли дядя еще я там нахожусь ты че кидаешься это вообще что ли вам плохо армии не расслабляйся уолок все дела ой 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 психизлучение психизлучение мое почтение так третий сканер у нас находится на перевале все идем ставить третий сканер так друзья мы практически добрались до третьего сканера только тут прям какие-то замесы прям жесткие идут нам налево прошу прощения свинка так где-то здесь сканер ставить получается кстати может артефакт какой-то валялся почему нет так пробежимся посмотрим а есть артефакт мамкины бусы заберем так следующий сканер получается нам надо установить все все далековато сделали ну ладно че побежали салкеры там в зомби обносят что ли да ну без включения это вообще просто хуяся жизнь бля хуяся ну хоть ксевдосмитки падают нормально да а тут пока пройдешь тут ваще себя смотрю монстрятину хорошо чувствует максимально ну да может не стоит дядя еще еще да да тут по монстру вообще жестко прям так друзья практически добрались с аморфозы жесткие происходят прям капец перерождение какое-то блин вообще страшные вещи так следующий сканер у нас я понял где все идем ставить следующий сканер так что опять что ли этого мочит блин ученого да реально ученого мочит смотри но не попал контузился конца но и все бля я тебя не увидел ой 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 тут шатнуло шатнуло ну неплохо здесь коллажа замутили прям вообще нормалды вижу сканер работы отлично мы скоро улетаем поторопись и не забудь принести данные о целосте и сохранности понял принести данные все валим ну и все покидаем зону чего денег у нас хватит на первое время то есть нам еще сотку отдаст лоцман которого мы с собой берем не ну че серьезно что ли опять а шанс у тебя был свинка ну ка я не тут сталкеров гасит вообще забей ну хоть одно хорошее дело еще сделали все идем к вертолету практически добежали и соответственно улетаем на большую землю начинаем новую жизнь деньги есть арты есть все нормально так нам надо военному вверх и вверх вверх уже прибыл данные из сканеров у тебя да у меня так что я вам данное вы на а вы нас за периметром а все как и договаривались хорошо тогда в путь прощай зона надеюсь прощай зона и есть все но да чё то такое я и ожидал что такое случится на самом деле блядь да не выпускает на зону походу это очень плохо твою мать что за хуйня что ты такое какого хрена происходит что что произошло вертолет разбился где ты что ты такое ты ты весь светишься когда вертолет падал ты весь сиял что это было урод отвечай пока я тебя не прикончил я не понимаю спокойно я не знаю что это было подставить нас решил мутант тварь убей его погоди не надо я не хотел опс блин ну концовка опять переродился я сколько буду перерождаться на братаны ооо вот и ты вновь блудная душа вернулся так так в этот раз ты опоздал почти на две минуты опять ты ты о чем я уже мертв я в аду действительно какое-то подходящее слово ад думаю именно так зону и стоит называть ты ведь опять ничего не помнишь да помню как в рыжем лесу вместе с хмуром пошел в туннель внутри была какая-то аномалия из нее не вышел ты понятно все как обычно эх ты уже раз 30 успел умереть и вернуться в начало пути что бы это могло значить старик ответь что со мной где я и почему я помню тебя будто бы видел раньше а смысл расскажет тебе эту историю уже тридцатый раз в этот раз попробуй узнать все сам дерзай я ухожу погоди куда ты стой я так и знал меня не отпустят назад может быть я уже мертв а зона просто возрождает меня нет это это полный бред да неожиданная концовка печальная на самом деле человек у человека дети 40 попал в зону и соответственно не может с нее выбраться классный мод душевный мне очень сильно понравился ребят в общем всем спасибо за просмотр всем спасибо за общение всем удачи всем пока всем пока всем пока всем пока всем пока